Дорогие телезрители программы «До семнадцати и старше», я хочу вам пожелать счастья, здоровья, исполнения всех ваших желаний, чтобы в вашем доме царила любовь, теплота и уют. Ваша Настя Гданова. Дорогие «До семнадцати и старше», поздравляю вас с Новым годом. Если вы сейчас меня смотрите, знайте, что всё получится. Я вас верю. Самое прикольное и самое интересное ещё только впереди. С Новым годом! Мы группа «Фабрика». Поздравляем вас от наших женских и девичьих. Сердец с Новым годом! И желаем вам счастья, здоровья, улыбок, нежности, любви, заботы, красоты. Берегите себя, пожалуйста. И берегите родных, любимых рядом с вами. Ура! С Новым годом! Ну что, друзья, мы врываемся в новый двадцать четвертый год с программы «До семнадцати и старше» на премии «Лайк инфлюенсор реворд». Сегодня мы узнаем у звёзд нашей российской эстрады и блогеров, какое у них самое главное достижение сад 2023 год и какие планы у них на будущий год. Итак, поехали! Мы подводим итоги у звёзд. Какое самое главное ваше достижение за 2023 год? Зачатие нового ребёнка. Я знаю то, что у вас вышла песня «За красивые глаза». Расскажите нам, пожалуйста, неподробнее, как долго работали, чьи слова музыка и вообще как родился клип на песню? Слова мои. Музыка, роман-бестселлер. Песня родилась довольно-таки быстро. Примерно, когда я заходил на студию, мне пришёл припев, я пришёл, мы должны были работать совершенно на другой песне. И я говорю, слушай, есть такая идея, и всё, и вот так быстро родилась, как и все хиты. Сейчас. А есть вообще секрет хита, как вы считаете? Нет, если бы он был, то все бы писали хиты. А так только я пишу. Что? А так только я пишу. Что в музыке главное? Текст или музыка? Симбиоз. Симбиоз? Симбиоз. Почему сейчас очень много блогеров, которые запели? Как вы вообще к ним относитесь? Слушайте, ну, потому что у них есть медийность, они хотят гастролировать, потому что есть аудитория, которая их ждёт, соответственно, нужно с чем-то гастролировать. Вот они и пишут песни. А может быть, просто всегда мечтали петь. И вот, наконец-то, имеют средства и связи для того, чтобы свою мечту осуществить. Скоро Новый год. Как будете с ним встречать? Нарядили ли уже ёлку? Есть ли новогоднее настроение? Ёлку ещё не нарядили. Новогоднего настроения очень много. Встречать будем на работе. Нас лидирует рэпер Эстэ. Встречайте, аплодисменты! А мы с Луцкой влечим по правой эстэ. Можно пару слов? Спасибо большое. Господи, как это неожиданно. Я, на самом деле, очень рад. Год заканчивается прекрасно именно этой номинацией. Чудесно. И ещё, конечно же, витамины, мандарины, чтобы все были здоровы. Никто не болейте. Всех с наступающим Новым годом. Ура! Будьте счастливы! С Новым годом вас наступающим! С Новым годом вас наступающим! И восторг! Скажите, пожалуйста, о сегодняшнем вашем образе. Это традиционный узбекский наряд от Лали Кутюр. Это узбекский бренд. Чтобы знали, это всё вышивка древнего рабочего материала. Это всё сделано вручную, такой бисер. И вот 100% Лали Кутюр на мне сейчас. Я знаю, что вы активно сейчас занимаетесь благотворительностью. Да. Расскажите, какая за 2023 год большая ваша гордость, ваше большое достижение? Мы построили медресе в Малавии в этом году для мальчиков. Это центр для обучения. И я очень горжусь этим и очень рада этому. Что для вас Новый год? Уже скоро наши праздники. Что для вас Новый год? Оливье, время с семьёй, наверное, селёдка под шубой и плов. Как же без плова? Если бы вы могли загадать любое желание, оно бы сейчас исполнилось. Что бы вы загадали? Благодарю вас за вашу шедрость и ваше благотворительное начинание. Отличного вечера. Спрашивали, что за премия, благотворительность? Благотворительность. Покажите нам в камеру. И апельсинчики, самое главное. Какой Новый год без мандаринов, конечно. Конечно. Если бы у вас была возможность загадать любое желание, то что бы вы загадали? Больше дробных людей и больше открытых людей в этом мире. И позитивности. Позитива? Позитива. Какие у вас планы на 24-й год? Становиться больше, крупнее, развиваться и делать также хорошие дела. Смотрите передачу до 17 и старше. Будет интересно. Здравствуйте, детишки, девчонки да мальчишки. Я веселый, добрый Дедушка Мороз. Я, ребята, к вам на праздник елку из леса принес. Мы с внученькой Снегурочкой поздравляем вас с новым 2024-м годом! Ура! Дорогие зрители программы «До 17 и старше», я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в вашем доме всегда было счастье, тепло и уют. Я вас субнимаю, поздравляю с наступающим! Ваша Настя Гдунова! Мне вручили награды «Лучший кавер года» в этом году. Вместе с Ларисой Долиной мы дали новую жизнь песне «Погода в доме». И мне кажется, у нас так хорошо это получилось. Это уже не первая победа в этом году, не первая статуэтка именно за этот трек. Я очень рад, безумно приятно, что такие случайные импровизации с большими музыкантами приносят такие плоды. Что для тебя Новый год? Ну вот для меня это в первую очередь семья, друзья. Это время, когда можно забыть про работу, отдыхать и готовиться к следующему. Я думала, ты скажешь, что мандарины. Ну, мандарины, это и все время. Перед Новым годом и после, и во время. Любимая новогодняя песня какая у тебя? Мне нравится очень елочка. Елка, лесной аромат. Очень мне нужен. Красивый наряд. Хороший. Мы подводим итоги. Какие главные итоги ты подвел за 23-й год? Вот что самое значимое у тебя произошло в жизни? Наверное, самое значимое. Было куча, на самом деле, разных музыкальных побед, но это не ключевое. У меня позапрошлым году родился сын, и в этом году я научился совмещать вот это отцовство и работу. И как-то вот и сын вроде нормально растет, и время получается бы. Это самое главное, наверное, открытие в этом году. Если бы сейчас ты смог загадать желание, оно исполнилось, то какое желание ты бы загадал? Как можно больше проводить времени с близкими людьми. Вот сейчас лучшая коллаборация Виолетты Чикавани, Like Influencer Awards 2023! Это моя вторая награда за всю мою жизнь, связанная с музыкой, поэтому мне очень-очень приятно, ребят. Спасибо большое. Ну что, друзья, мы узнали у всех звезд и блогеров, какие же у них планы на Новый год, и каких побед они достигли в этом 2023 году. Ну а мои победы – это выпуск новой песни «Играешь со мной», которую вы уже можете послушать на всех стриминговых площадках, и я оставляю ссылку в описании на своем видео. Я не знаю, как мне быть, если я хочу просто разлюбить, но я с тобой устала выяснять. Мы смотрели программу «До 17» с Дашей, со мной была я, Настя Гнунова. Увидимся в следующем поиске. В пользу случая я от всей души хочу поздравить всех жителей нашей большой родины с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, любви, счастья, удачи, чтобы в нашей жизни было больше встреч, меньше расставаний, и чтобы здоровья хватило на выполнение всех наших амбициозных планов. С Новым годом! Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом от всей души! Желаю вам душевного тепла, благости и радости этого мира. Будьте счастливы в каждом мгновении этой жизни! Всем привет! Это рубрика «Всё о кино» и с вами Витя Беганский. В наших выпусках мы обсуждаем новости из мира кино и жизнь наших любимых артистов. Поговорим о музыкальной драме Сергея Жукова и абьюзе среди подростков. Певица Адель о большом кино. Чей образ повторила Ксения Бородина из фильма «Слово пацана» или «Кровь на асфальте». Самые новогодние фильмы, по мнению звезд. А эта новость будет интересна всем любителям кино. Сергей Жуков снял музыкальную драму «Плакса», в главной роли которой играл его дочь Ника. В сюжете о дружбе и первой любви поднимаются темы физического и морального насилия среди подростков. По словам продюсера проекта Сергея Жукова, эта история родилась у него в семье, когда у дочери Ники возникло недопонимание с одноклассниками. Наша съемочная группа побывала на премьере фильма. Давайте же посмотрим, что о фильме сказал сам Сергей Жуков. Внимание на экран! 52% подростков и школьников, которые в своей жизни столкнулись с буллингом, вдумайтесь, 52% — это ровно половина. И поэтому, если мы сложим этот процент хоть на немножко уменьше, значит, миссия наша еще и такая человеческая, социальная, настоящая, тоже будет выполнена. Ну а музыка, музыка изменит вообще все в этой жизни, вы же понимаете. И поэтому у нас музыкальная грана, у нас музыкальное кино. Спасибо вам заранее за то, что вы будете сегодня видеть много того, что обычно в жизни мы морщимся, ну то есть и нам тяжело на это смотреть, но это и есть наша жизнь. Поэтому, мне кажется, ничего лучше, чем по-настоящему показать проблему, наверное, еще не придумал. С первой серии зритель видит жертву, абьюзера, соучастников и пассивных наблюдателей. И если робкие смешки за необычную одежду выглядят наивными детскими шутками, то попытки утопить одноклассницу в бассейне или мочить ей голову в раковине школьного туалета производят серьезное впечатление. При этом картина не уходит в тяжелую моральную драму, как, например, фильм «Чучело», который снял Ролан Быков. В этом фильме играла юная Кристина Арбакайте и Юрий Никулин. Этот фильм поразит вас, игрывая актера. Певица Адель мечтает сняться в кино. По словам Адель, известный режиссер, от которого она требует сняться в кино в главной роли, пока еще ментально не готов для работы на таким сценарии. «Подсказок я давать не буду, но я прожужжала ему все уши про этот проект. До него просто пока еще не дошло. Это единственная роль, которая мне нужна. И я думаю, я справлюсь. Думаю, буду очень-очень-очень хороша в ней», — говорит она. Адель уточнила, что эта роль ни в коем случае не роль про известных певиц. Она добавила, что ей регулярно приходится отказываться от ролей поющих звезд. «Мне предлагают боёпик и певиц, но это слишком очевидно. А возьмешься за боёпик о ком-то великом, подпишешься ли ты под катастрофой? От меня захотят, чтобы я пела, как я? Тогда персонаж будет звучать, как я, а не эта певица. Так что нет. Но, к сожалению, это все, что мне предлагают». А вы хотели бы увидеть Адель в кино? И в какой роли? Пишите об этом в комментарии. А вот и самая горячая новость. Каждый год россияне предпочитают встречать Новый год с фильмами Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», а также любят смотреть Гарри Поттера. Какие же фильмы в Новый год самые востребованные у наших телезрителей? Смотри передачу до 17 и старше до конца, и я тебе все расскажу. Итак, недавно аналитики платформы Дзен выяснили, что больше всего нравится смотреть нашим телезрителям в новогоднюю ночь. Большинство зумеров от 18 до 24 лет не связывают свой прекрасный Новый год с фильмами. Молодежь не читает фильмы важными элементами праздника. Для доли киноманов из данных групп главными новогодними лентами являются фильмы фэнтези-серии «Гарри Поттер». Среди других кинокартин назвали комедию «Один дома», «Сумерки» и «Иронию судьбы». А зумеры «Иронию судьбы», «Елки», «Хроники Нарнии» и «Чарли и шоколадную фабрику». Фильм, который ждут все. Дорогие телезрители, как же я вам мог об этом не рассказать? Ведь сейчас все топы фильмов побил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана». И, конечно же, наши звезды этим тоже вдохновились. Например, Ксения Бородина примерила на себя образ Вовы Адидаса, которого сыграл Иван Янковский. Звезда нарядилась в спортивный костюм и надела короткую шапку. Поклонники оценили шутку Ксении и прозвали ее «Ксюха Адидас». О слове пацана сейчас говорят буквально везде и по всему миру. Кто-то восхищается сериалом и романтизирует ему, а кто-то крайне осуждает сюжет, показанный в нем. Также хочу добавить, что теперь у актеров «Слово пацана» появилась огромная целевая аудитория. Так, например, у Рузиля Минникаева стукнул целый миллион подписчиков в соцсетях. Дорогие друзья, а вам нравится этот сериал? Срочно пишите об этом в комментарии. А сейчас топ-5 фильмов по мнению звезд. Внимание на экран! Да, я могу порекомендовать не только самых классных фильмов, но и те, которые я реально сам посмотрел. Мне очень сильно понравилось. Это, например, две части фильма «Добро пожаловать в семью». Ну, первое «Добро пожаловать в семью» и «Добро пожаловать в семью» повара из Неаполя. Минский продакшн, минские ребята это все сняли. Я в нем снялся, поэтому я вам гарантирую, что это будет просто муа. Вот, третий, третий сериал «Бедный олигарх» второй сезон. Там очень смешно, очень злободневно. И там тоже снимаюсь я. Так. Geisha's Price. Вот. Ну, и в принципе, совсем скоро выйдет фильм. Тоже, думаю, вам обязательно нужно будет посмотреть, потому что мы очень сильно потратились во время съемок, во время постпродакшн, потому что фильм снимали в Северной Осетии. Называется «Как я встретил ее маму» в кинотеатрах с 18 января. Ну, и можно еще посмотреть мультик «Шрек». Там я не снимаюсь, но, по-моему, снято с меня. Дорогие друзья, дорогие наши телезрители, поздравляю вас с новым 2024 годом. Оставаясь с нами, вы сможете узнать самые-самые топовые новости в мире кино, услышать самые-самые эксклюзивные комментарии звезд прямо с красной ковровой дорожки, а также увидеть самые-самые культовые премьеры грядущих фильмов. Дорогие друзья, с новым 2024 годом! С вами был Витя Пеканский. До новых встреч! Смотрите передачу до 17 и старше. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Хочу, чтобы все ваши искренние, настоящие мечты и желания, которые вы сделаете в самом сердечке, обязательно сбылись. Верьте в сказку, верьте в чудо. Ваша Хелен Ест. Всем привет! Вы смотрите программу «До 17 и старше». И эта рубрика «Это интересно». Ну а с вами я, Настя Гдунова. Сегодня мы пообщаемся с председателем клуба зимнего плавания и закаливания Лаир Ириной Лорионовой. Из выпуска вы узнаете, что такое моржевание, как вести себя в экстремальных ситуациях и как часто болеют простудой моржи. Здравствуйте, Настя! Мне приятно сегодня быть гостем студии. Ирина, вы много лет занимаетесь зимним плаванием. Расскажите, что для вас зимнее плавание? Зимнее плавание – это вид соревновательной деятельности, когда плавец преодолевает дистанцию в открытой воде или в холодной воде бассейна с температурой от нуля до плюс 15,9 градуса. Это и есть зимняя вода. Как вы пришли к этому виду спорта? Зимнее плавание – это экстремальный вид спорта. Занимаюсь я много лет. И мне было интересно, что чувствует человек, когда погружается в холодную воду. И мне удалось это понять, как только я начала этим заниматься. Это естественное любопытство спортсмена, который с детства занимается экстремальными видами спорта. Мне было интересно, и я удовлетворила свое любопытство. И теперь я каждый раз ставлю новые задачи для того, чтобы увеличить время нахождения в холодной воде. Но, естественно, как все спортсмены, проплыть быстрее в ножной дистанции. Начинала я, конечно, плавать спринтерские дистанции, небольшие. А теперь уже я плаваю дистанции марафона. Такого вы точно нигде не услышите. Ирина, поделитесь с нашими телезрителями своими достижениями в этом виде спорта. Конечно, у каждого спортсмена свой путь. Я могу говорить только о своих впечатлениях. И мои достижения важны прежде всего для меня. Я ставлю цель, и я ее достигаю. Моим самым большим достижением является дистанция 3 километра, которую я проплыла на соревнованиях на Байкале. И к тому же я чувствую в себе силы плыть дальше и больше. Ирина, расскажите о самой значимой вашей награде. Я принимала участие в различных соревнованиях. И всегда была призером и победителем. Мне очень приятно, что у меня были всегда достойные соперники. Мне особенно дорога награда за дистанцию 3 километра на Байкале. Когда в турнире приняли участие несколько десятков спортсменов, а решили сплыть такую дистанцию только две женщины из всех участниц. А доплыла я одна. И это придает мне силы верить в то, что я могу и больше. Ирина, расскажите нашим телезрителям, что же дает закаливание. Зимнее плавание и закаливание – это образ жизни. Это даже не физическая работа, а духовное совершенствование. Я всегда знаю, что я выхожу из ледяной воды гораздо лучше, чем в нее вошла. Это духовное развитие, это преодоление, это терпение, это смирение. И мне было очень важно попробовать, смогу ли я войти в эту ледяную стихию. Конечно, мне некомфортно. Я не люблю ледяную воду. Но мне это нужно для того, чтобы снова почувствовать себя сильнее. Это удивительная радость, преодолев себя, выйти на берег, сделать физические упражнения, пробежать босиком по снегу, почувствовать себя в единении с природой. Потому что прежде всего это поиск личной гармонии с миром. Зимнее плавание – это поиск гармонии. Наша жизнь – это всегда экстремальное путешествие. Это драма или трагедия. Но в любом случае достаточно экстрима в нашей жизни. И зимнее плавание – это не особая история экстремальной ситуации. Это продолжение нас, но в другой ипостаси. Поэтому зимнее плавание – это не только спорт и экстремальные нагрузки. Это поиск самого себя в этом непростом мире. И уверенность в том, что мы справимся с любыми задачами. Смотрите выпуск до конца. Будет интересно. Ирина, наша программа семейная. Расскажите, с какого возраста можно заниматься этим видом спорта? Я председатель клуба зимнего плавания и закаливания. И, конечно, я провожу занятия с детьми. Заниматься можно закаливанием и плаванием с любого возраста. И детям это очень нравится. Они смотрят на взрослых, учатся, хотят подражать им. И дети, которые занимаются в моем клубе, с удовольствием купаются зимой вместе с родителями и вместе со взрослыми. Часто задают вопрос, а не опасно ли зимнее плавание для здоровья человека. Дело в том, что во всем хороша умеренность. Это очень индивидуальное занятие. Во-первых, для этого нужно, чтобы человек был готов к этому духовно. Человек должен очень хотеть погрузиться в ледяную воду. Поэтому должно быть решительно. Но очень внимательно нужно следить за тем, что с вами происходит в ледяной воде. Есть определенные ситуации. И нужно хорошо знать, что происходит с человеком, когда он погружается в ледяную воду. Какое ощущение тела. Какие переживания и впечатления физические. Для того, чтобы быть готовым их испытать. И внимательно следить за своим состоянием. Если вы достигаете состояния предельного дискомфорта, нужно, конечно, выходить из воды. И всякий раз время можно увеличивать. Начинать нужно с небольшого одноразового погружения, окунания. А потом потихоньку увеличивать время до состояния вашего относительного комфорта. Это очень важно и очень индивидуально. Но важно одно. Если вы решили зайти в воду, нельзя останавливаться. Нужно сначала встать ногами на холодную поверхность, на лед или на снег. Чтобы организм привык к тому, что сейчас будет с ним происходить. А потом, зайдя в воду, уже нельзя останавливаться. Нужно решительно двигаться вперед. И выйти из воды, желательно сразу одеть на руки варежки, а на ноги тёплую, свободную обувь. Потому что больше всего лишаются питания, конечно, периферийные наши отделы, периферийные части тела. Прежде всего, руки и ноги. Дело в том, что когда вы погружаетесь в ледяную воду, то кровоток двигается от периферии к жизненно важным органам, чтобы спасти вашу жизнь. И поэтому атоничными и вялыми становятся сосуды конечностей. А когда вы выходите из воды, происходит мощное движение крови обратно. Поэтому зимнее плавание очень полезно, поскольку увеличивается кровоснабжение жизненно важных органов. И кровь активно возвращается назад в периферийные сосуды. Там, где, как правило, у человека есть дефицит и кислорода, и питательных веществ, которые приносят кровь в обычном состоянии. Поэтому зимнее плавание и закаливание является оздоравливающей процедурой, которая улучшает все метаболические процессы и очень полезна для здоровья. Ирина, скажите, что делать в экстремальной ситуации, например, когда человеку свело ногу в воде? Судорога в воде – это очень распространенное явление, которого всегда боятся. И спортсмены тоже. Но дело в том, что судорогу можно победить, если взять двумя руками за стопу и потянуть ее сильно на себя. В какой-то момент нужно прекратить движение и сделать то, о чем я говорю. Для этого нужно немного, возможно, расслабиться и погрузиться, уйти под воду. Это помогает. И еще я бы рекомендовала спортсменам резко не менять стиль плавания. Об этом знают все спортсмены, потому что включение других групп мышц в работу может привести к судороге тех мышц, которые будут освобождены от нагрузки, если вы меняете стиль. Тем более, что вы плывете с большим напряжением, если это соревнование. Поэтому лучше выбрать удобный для себя стиль. Если это вольный стиль, то, конечно, удобный для вас стиль. Если это определенный тип плавания, например, плавание брасом, то нужно стараться выбрать темп и уже не менять, возможно, этот стиль. Ирина, расскажите нашим телезрителям, что же такое моржевание. История зимнего плавания началась в 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне. Международная федерация плавания тогда установила регламенты температурные для пловцов. Этот регламент составлял плюс 16 градусов. Это означало, что плавание в воде ниже 16 градусов уже было невозможно по этому регламенту. Эта ниша была не занята. Ее и заняли моржи. Далее следует отметить 1935 год, когда в нашей стране стали появляться группы моржей в разных регионах нашей Родины. В 1951 году жители Москвы удостоились удивительного зрелища. Были организованы соревнования в Москва-реке в районе парка культуры и отдыха имени Горького, когда происходили массовые заплывы в ледяной воде, посвященные празднику, очень любимому в нашей стране, 23 февраля, Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. И такие заплывы проводились вплоть до 2006 года. А вот и появляется первый наш кумир – Осман Комуков, который и был организатором этих соревнований. А в 1959 году была создана знаменитая секция номер 1. Это секция зимнего плавания и закаливания в Москве в Серебряном Бару на Бездонном озере. В 1962 году в Москве была создана первая федерация зимнего плавания и закаливания. Первая федерация в СССР. А вот и второй наш кумир – создателем секции номер 1 и федерации зимнего плавания и закаливания был легендарный человек, легендарный пограничник, герой Советского Союза Никита Федорович Карацупа. И все же первые соревнования по зимнему плаванию были проведены в Москве в 1963 году, а также стали проводиться в других регионах нашей страны и активно пропагандировали здоровый образ жизни, закаливание нашей СМИ. Тогда это журнал «Советский спорт». Пловцы, кто занимается зимним плаванием, конечно же, моржи. Но моржи – это очень широкое понятие для человека, который не боится ледяной воды. Я боюсь ледяной воды, но, тем не менее, я с удовольствием занимаюсь зимним плаванием и моржеванием. Это дает мне силы и прекрасное настроение. Ради этого я и плаваю в холодной воде. Ирина, какие наставления и советы вы можете пожелать нашим телезрителям? Закаливание и моржевание, конечно, делает моржи менее подвержены в простудном заболевании. Но, к сожалению, они не застрахованы от вирусов. Вирусы тоже посещают моржи. Но в общей своей статистике, конечно, моржи болеют намного реже. Для начинающих моржи, безусловно, первое погружение нужно сделать необыкновенно привлекательным и радостным, бодрым и веселым. Можно придумать процедуру посвящения в моржи, сделать настоящий спортивный праздник. После первого опыта можно пригласить на праздничное чаепитие, подарить подарок. То есть в любом случае сделать очень веселым и привлекательным первое погружение. Это обязательно, потому что человек столкнется с определенными трудностями, и, конечно, это испытание. Но радость после погружения, она несравнима ни с какими неприятностями и дискомфортом. Потому что вы преодолели себя и получили огромный заряд бодрости и дружеской поддержки. Как правило, моржи – веселые, оптимистичные люди. Это прекрасное общество, в котором нужно проводить как можно больше времени. Давайте посмотрим, как праздновали День моржа в нашем клубе. Ты не кутай и не прячь от ветра нос, даже в летый показательный мороз. Ходи прямой, а не согнутый, как какой-нибудь вопрос. Всех болезней солнце, воздух и вода от болезней помогает навсегда. От всех болезней, всех болезней солнце, воздух и вода. Вы смотрели программу «До 17 и старше» и рубрику «Это интересно». Ну а с вами я, Настя Гдынова. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнали Симон.